Но это не речка Урал, Окса. Это не Урал. Здравствуйте, доброе утро. Остановились возле магнитки пообедать. Речка красивая. Помните, лягушки весной тут квакали? Ну, сейчас она цветет. Вообще даже не... Вообще течения нету. Чего уже осень цветет? Но это же не Урал, речка. Ну, не Урал, я не говорю. Ты снимала-то другую тогда? Нет, квакали-то же, вон здесь. Там на Урале квакали, а это просто приток. А, это приток. Ой, вот эти вот летят в нос, шикотят. Вот эти вот. Шикотно, чихать охота. Пробазаришь, как нет его будет. Спасибо. Вот так мы встаем и кушаем. Салатик у нас. Картошечка жареная, термос. Уронил полотенце. Булочки. Покушаем и дальше работать. Ой, вообще прям тишина. Ой, сейчас чихну. Спасибо. Уже вечер сегодня настал. Отработали мы. Ой, приехали, поужинали. Вот я кури пришла кормить. Обрезки капусты, там огурцов все собрала. Плохо едят. Столько пшеницы. Не доели, говорю. Не буду вас кормить. Витаминки. Вы выбрали? ПК-4 я им даю. Витамины, чтобы не слись. Все, выбрали. Сейчас вообще, наверное, не буду витамины. Столько травы, столько очисток. Не едят вообще. Не съедают. Ох, закат. Присела тут я вот у гаража. Ой, вот что значит поругаться на курей. Четыре яичка сегодня. Слава тебе, Господи. Снесли. Сегодня я их уже не закрывала, думаю. Ну ладно. Вы мне подсказали, что у них может быть линька. Правда, все в перьях. Все вот в этих. В пухе, в перьях. Весь, весь этот, весь сарай. Поэтому, может быть, и не неслись. Правда. Сегодня четыре яйца. Это нормально. Скоро молодки будут нестись. Я сижу, жду. Сейчас у меня говядина должна прийти в цех. Принять надо говядину. Вот. Что сегодня? Купили арбуз. Арбуз по 15 рублей. Магнитогорский дыню. Купили. Дыня 35 рублей килограмм. Просмотрела. Огромную-огромную торпеду дали. Съесть-то съедим. Вот хранить негде. Прокисает же быстро. В холодильник не засунешь. Там и так и квас, и молоко, и все на свете. В общем, надо как-то кушать. Виноград себе купила. Обожаю дамские пальчики. Очень вкусные такие сладкие виноградинки длинненькие. Вот виноград не спросила, почему. Схватила, увидела, купила. Уставшие мы с Сергеем. Устали и на жаре еще. Хоть и кондиционер в машине, он не справляется. Сегодня что я в магнитке? Короче, свои дела делала в налоговой. Все там надо было продлять, электронную подпись. В общем, туда-сюда и носишься по магнитке. Сестра в гости звала. Ну, вот даже некогда. Я все мечтаю. Там еще у меня знакомая зовет в гости. Ой, когда, говорю, уже это октябрьное, наконец, будет. Посвободнее будем заехать. Хоть посидеть, чай попить в гостики, проведать. Ну, вот так. А так все нормально. Выхожу на работу на два дня. Вот сижу и думаю, что же мне приготовить завтра на весь день. По-быстрому, главное, по-быстрому. Окрошку, наверное, сделаю, да. Квас остался. Сегодня весь день нас не было. Квасу много. Точно окрошечку. Колбаска есть, все есть. Маша сегодня круассаны напекла в газовой духовке. Вкусные, привкусные получились. Вообще, молодец. Где-то в интернете нашла рецепт. Снизу пригорели ужас. Сверху бледные. Но все равно, такие хрустящие, вкусные. Вот, скоро в школу. Скоро в школу. Купила сегодня... Господи, что у меня с горлом? В холодильниках лазю. Купила сегодня еще в аптеке. Зашла у нас в Магнитогорске. Новые аптеки открываются. Апрель называется. И вот они, видимо, чтобы привлечь клиентов. Все так у них дешево. Зашла. Надо было мне на Вопосит купить. Зашла. И это... Берешь, например, там... Ну, Д3. Мы всегда пьем Д3. Сейчас коронавирус. Сергею вот беру. Д3. Берешь одну, вторая. Там 50% скидка. В общем, набрала. Д3 купила. Витамин Е купила. Для памяти, говорят. Хорошо. Памяти вообще не встает. Купила. Короче, нам с Сергеем пропить витамин Е. Потом что? А, и Магний В6. Вот, мне нравятся витамины. Блин. Пропьешь. И как-то усталости меньше. И настроение вот шикарное. Что мне самое большее нравится в нем? Просто как какое-то... Такое поднятое настроение. Летаешь как бы. Все тебе по плечу видится. Все так оптимистически смотришь вперед. Потому что сейчас к осени у меня, говорю, как на бреющей самолете. Хуже, 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 хуже настроение. Ну, как-то вот так у меня осенью всегда. Так тепло-тепло и потом холод. И вот, так что надо пропить. Я весной пропила, прям так отлично себя чувствовала. И мышцы не болят. А сейчас что-то и ногу тянет, и все, говорю, мышцы завалили. Вот, набрала всего. Один берешь. Одну упаковку. Вторая уже на 50% дешевле. И вот я в Д3, витамин Е, магний Б6. Что-то еще же взяла. И Маша витаминки взяла. Мультивитаминки. Тоже растворимые, шипучие она любит. Ой, хорошо, сижу прям. А надо ехать в цех. Сейчас уже говядина придет. Ой, говорю, вот все мышцы тянет что-то. Ой. Старость. Все подходит потихоньку. 46 лет уже в феврале будет. Ой, ребята, ребята. Домой хочу. Так и еду к себе домой. Что-нибудь задумаешься и поворачиваешь туда. Разведка, как это у нас называется, наш там поселочек за речкой. Разведка, потому что там геологи жили. Разведывательная там, короче. Поляковская разведочная, что-то т-т-т. И вот наш этот поселочек зовут все разведка. Так меня тянет туда что-то вообще. Время приходит. Вроде сначала я, ой, там все нормально. Не тянет. А сейчас чем дальше, тем мне домой хочется. Раз туда завернешь, раз туда завернешь. Мне, например, с цеха надо прямо ехать. А туда в разведку ухожу влево. Вот меня все туда тянет влево. Налево. Ну, все, друзья, наверное. Покажу вам, наверное, сегодня. Или не показать. Сейчас тапками закидают говядинку. На всякий случай попрощаюсь с вами. Всем до свидания. Всем до завтра. Друзья, посмотрите, каких мы коров принимаем. Садкорма. Жирненькие. Чтобы не говорили потом люди нам. С чего вы делаете? Вот сколько жира у коровы было. Вот здесь я и простываю. Дует, как сумасшедший морозильник. Насквозь. Да, жалко мне тоже коров. Ну, а что делать? Кушать людям надо что-то. Ну, вот. На сегодня все. Теперь все. Еще же не все. Посмотрите, какая у меня капустка. Хоть срезаю уже. А еще ведь рано. Один раз вот посыпала в мае подчином. И все. Нормально. Никто ее не съел. А вот эти дырки, это цыплят я выпускала. Они покусали. Вот так.